Добро пожаловать на наш канал! Придется искать и не найдете ответа. А сегодня можно было бы как-то разрешить. Притом не праздные вопросы, а которые касаются спасения. У меня один ответ попал священнику. Пришла она один раз, ну молодая особа, незамужняя. Второй раз и батюшка, а вот как это считать? Вот это и начинает она там эти все инфляции разворачивать церковную. А это вот если и так, то сравнить с этим, у Андрея Критского этого нет. А там это и есть онтологическое, там начал. Как ответить? Он ответил, дура, выходи замуж. И все, весь ответ. То есть ей нечем заниматься. Богословы сломали голову и шею на этих вопросах. Тебе-то это зачем это? Выходи замуж, вопрос разрешился. Вот ты теперь будешь свободное время иметь. Вы между собой, когда дома бываете, рассуждаете. Есть, ну не знаешь, как правильно-то. Я скажу, что момент, самый момент упускаем. Завтра может быть совершенно не так. Мне много материалов подкидывают люди. И говорят, уже на обработке законы есть, которые там под одну систему будут заводить. Закон яровой никто не думал будет принятый. Просто так выйти сейчас на урывку я не могу. Даже детям Евангелие раздали, свою площадку сделали, раздали. Ну а дети-то окрестных домов-то. Подали, милиция, все, суд идет. Во Франции добились как, чтобы с крестиками в школу не ходили. Мусульманки, чтобы сняли платки, ничего не могут сделать. Мусульман стали требовать, они говорят, со своих сначала уберите знаки. Теперь эти ходят. Мусульманки, они не купаются, как у нас. Здесь ей нельзя, тут она разделывается и все, на свадьбе, там где угодно. Здесь у них не так. Специальная материя выработана, такая, которая в воду пропускает, как будто нет ничего. И они одевшие в хиджабе и так укупаются. Но это показывает, она мусульманка. Подали жалобу и стали штрафовать тех, которые... А другие француженки, давай шить себе хиджабу, покупать там у мусульман. Да я не мусульманка. Так ты подтверждаешь этим, я ничего не подтверждаю. Мне просто нравится так. Запутали все. Это во Франции. И показывает, как его допрашивают. Она говорит, я не мусульманка. А хиджаб зачем? Мне это нравится. Тело закрыто, это целомудренно, это хорошо. Это только проба. Прошло у них запрет свидетелей Иеговы. Долго обсуждали там, долго гнали. И наконец, сколько у них там, где-то 395, кажется, было разных отделений где-то. Большие дома построены. Государство все конфисковали. Все, что в домах было, в доход государства. Уже закон прошел. А Европа поднялась против. А все решили, это наше дело. Сейчас вот свидетели Иеговы ходят где-то. И любого, как только он вышел, они запрещены вне закона. Когда закон Яровой приняли, только приняли, мне сразу же скинули материалы. Что нужно делать? Я обратился к нашему юристу, к Севастьяну. Это очень отличный юрист. Мигом приготовили документы, что прошли у нас подготовку. И на одной стороне регистрация. Обязательно должна быть регистрация в отделе юстиции. Регистрация. Ну, я показывал вам, как было. Все. Мы выходим, к нам подошли. А кто вам разрешил? Так, извините, больше нет разговоров. То есть, мы пока вписываемся в законы, которые кого-то ущемляют. Но, что свидетели Иеговы, это начаток. Это только начало. Дальше пойдет другое. Диоклетиан издал, сколько у него было. Три закона. Первое. Чтобы священники встали на учет. А дальше в одну ночь всех арестовали. Второй закон. Чтобы книги божественные, которые сдали, храмы закрыли. А третий. Третий никакого суда. Встретил христианина, бей его, убивай. Половина имения твои. Ни сюда ничего не надо. Прям встретил, на дороге убил. Житие святой Анисии. То есть, эти законы, они рядом. Они никуда не делись. Это уже последний такой всплеск злобы был язычества перед тем, как Константину Великому прийти. Поэтому мы должны, работая и работая, и все же помним. Возьми с собой одну, другую какую-то там картоночку. Напиши на ней. Как много можно узнать. Я вот удивился и Друбцов с К1. Говорил о нем. 17, кажется, языков изучил. Это невероятно. Говорит с китайцами, и китайцы своим признают. А где ты учил? А в очередях стояла-то перестройка была. Говорит, делать нечего. Я, говорит, учил все время. Он даже этим воспользовался. Надо научиться пользоваться тем, что есть. Нам слишком много Бог дал. И мы живем в этом, плывем чистый воздух. Все у нас хорошее. Мы довольны, благодарим. И как будто так будет всегда. Не всегда это будет. Поэтому сегодня, ложась спать, как будто не встанешь. Ложимся спать, никто не охраняет. Понимаете, теряются там какие-то по сараем, что-то овечки. Там у Игоря мешок какой утащат. Но мы живые. Бог хранит. Поэтому нужно в нашу молитву побольше благодарности. За пищу, которую дал, которой люди не имеют. Мы пьем воду и льем ее. Я неоднократно говорил, повторяю. Я в это время был в тюрьме и прочитал выступление Горбачева Михаила Сергеевича. Он говорит, несметное сокровище страны развратили нас. Это было так в новинку. Генеральный секретарь партии развратили. Дальше. Трата пресной воды у нас больше нормы в 70 раз. Ни в 2, ни в 3, в 70. Да куда же мы льем? Да куда чищена вода? Поливаем и все прочее. Что-то надо промыть. Открыл краник и течет. Надо вымыть какие-то руки. А я весь вымоюсь. А полную ванну наливает. Люди ничего этого не имеют. Они многократно очищают эту воду. Везде идет счет. Я у них был, говорят, так как. Утром все сходят когда, а потом один раз смыть. Счетчик стоит. Даже на этом. У нас немерено. И мы даже не знаем, насколько мы богатые. Один Байкал с чего стоит. Говорят, Китай закупил уже, чтобы воду оттуда гнать к тебе. Трубы строят уже все. Пресная вода. Это за деньги. Не знаю. Судить не берусь. Ты ходишь. Говоришь, я болею все время. Есть люди, которые не могут пошевелиться. Я посчитал, сколько у нее боли. Там 30 переломов. Ее переворачивает. Вот время кость лопнула или ребро. Ты благодари Бога за то, что тебе Бог дал. Когда это есть у тебя, дальше ты легко уже после этого перейдешь к славословию. За все тебе слава. Мне просить нечего. У меня все в достатке. Есть хозяйство? Благодарю. Нет? Благодарю. Бог знает, что я могу понести. Ровно столько дает. Ну и при том надо пользоваться правильно тем, что нам Бог дал. Лучшее лекарство, это, почему, говорит, земля текущая молоком и медом. Вот это лекарство надо брать. К нему прилепиться. В свое время и как пользоваться. Все. Вопросы приготовляйте, чтобы Бог нам открыл эту истину до конца. Вопросы приготовляют. 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 Вопросы приготовляют.